В эфире шоу Гуакамоле, и мы начинаем новый сезон! Оли Гуакамоле, Оли Гуакамоле, в эфире шоу Гуакамоле Оли Гуакамоле Здравствуйте, с вами шоу Оли Гуакамоле, и я ведущая Милана Орехова И сегодня мы поговорим об авокадо Первым делом напомню вам, что авокадо это ягода И самый главный секрет того, как приготовить вкусное блюдо из этой ягоды, это правильно его выбрать Мы перед тем, как начать его резать, мы будем его долго-долго вот так вот ощупывать Чтобы выбрать самый лучший плод для того, чтобы приготовить самый вкусный Гуакамоле сегодня в нашем шоу Что же хорошего в этой ягоде авокадо? Ну, во-первых, ягоды являются только с ботанической точки зрения Если рассматривать гастрономическую точку зрения, то все-таки это ближе к овощам И по вкусу более привычно использовать в блюдах, таких как салаты, например Также он очень богат полезными жирами Авокадо очень показан к потреблению в холодное, особенно время года Для того, чтобы поддержать в хорошем состоянии кожу, волосы Насытить организм именно полезным жиром Не жиром, а из каких-то жареных продуктов, из жирного мяса И сегодня мы приготовим Гуакамоле Гуакамоле – это такой гибрид некий закуски, салата, соуса В зависимости от того, какой консистенции вы его приготовите Что общего у нашего шоу этих картин и ресторана Евразия, в котором мы сейчас находимся На картинах вы видите изображены плавсредства, то есть корабли И мы сегодня будем готовить суши под названием гункан В переводе с японского это означает военный корабль На нашей картине, конечно, не совсем военные корабли Но, тем не менее, мне кажется, очень красивый при этом И гунканы наши тоже будут не менее красивые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! С вами шоу Оли Гуакамоле И я его ведущая Милана Орехова Сегодня у нас в гостях представитель вида спорта, который мы еще ни разу не снимали в нашем шоу Женского водного пола Надежда Глызина Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио И я попрошу Надежду сейчас рассказать нам пару слов Об этом достаточно загадочном и полном мифов виде спорта И о том, в какой команде она играет сейчас Пожалуйста, Надежда Здравствуйте! Играю в команде чемпионов, 17-кратных чемпионов нашей страны Кенев, Сургут, Нефтегаз, Ватерпольная столица, город Кириши Наш маленький-маленький город, но мы уже 17 лет подряд держим эту планку И отпускать в ближайшее время не собираемся Спорт у нас очень удивительный, прекрасный Девушки в купальниках, в шапочках Без защипок на носах Вы сказали про активный, энергичный вид спорта Я вижу у вас на руке фитнес-браслет Да Мне вот интересно, вы его на тренировке оставляете? Сколько калорий в среднем за тренировку уходит? Ну, это в основном тренировка на суше, в воде я его не использую, потому что мне дискомфортно, мешает Ну, наверное, страшно, что может выпустить этот блок Ну, и можно нанести травму, то есть у нас все строго с длиной ногтей, нету ни колечек, ничего Сережки тоже желательно, там, если у кого-то пирсинг, пупка или что-то убрать Потому что все мы хватаемся под водой, купальник, это обязательно Это был мой главный вопрос, собственно, по поводу водного пола Потому что зачастую, когда я кому-то рассказываю о том, что мы будем сегодня спортсмен-ватрополисты снимать Мне друзья и всякие разные зрители, которые смотрят на шоу, говорили о том, что Единственное, что они знают про этот вид спорта, что там какие-то используются запрещенные силовые приемы подводного характера И вот это правда или нет? Ну, конечно И как именно вы боретесь с противником? Удаляют ли за это? Удаляют, все, что делается под водой, судья не видит Это в большинстве случаев Камеры подводные есть, но в момент именно происходящего на поле, в момент игры Судья видит только все, что над водой То есть любые удары локтем, сверху, это удаление без права замена А если под водой, то как спортсмен показывает, что его... А под водой щипаешь, кусаешь, хватаешь, толкаешь, пихаешь Все, что можно сделать, лишь бы уплыть То есть основное, в принципе, боевые действия основные происходят именно под водой А сверху вы улыбчиво и закидываете... Конечно, можно еще сделать щенячий взгляд, что и ты ничего не делал Часто используете? Щенячий взгляд? Ну, бывает, да Потому что, судя, в основном мужчины, как же не без этого? Ага, используете судьи положением Конечно В принципе, со спортом мы немножко поговорили Нам пора приступать к такой части кулинарной И если в водном поле, я так понимаю, защиты никакой особо нету То мы сегодня... У нас есть ушки, у нас, да, ушки защищают ушки А у нас будут сегодня лапки Сегодняшний выпуск первый после череды новогодних праздников С обильными застольями И если перед Новым годом мы учили наших зрителей готовить Такой щадящий эко-вариант селедки под шубой Не используя там майонеза Вместо него мы использовали глакамоле То сегодня мы опять используем глакамоле Приготовив бунканы из глакамоле Для начала мы выберем как следует авокадо Он должен быть мягким, сочным Сейчас я вот думаю, что мы вам вот этот вот дадим Посмотрим То есть залог правильного блюда из авокадо Все-таки в его спелости всегда Даже если он не должен быть, как сегодня мы его будем измельчать С помощью вилки в такое пюре Даже если его режешь слайсами Все равно наиболее полный вкус у него получается Когда он спел Мы берем авокадо Разрезаем его на две половинки Вот так легко, когда спелый Вот он прям Кстати, авокадо действительно хорош Правильно мы угадали Вот да И можно взять Лосочку, вынуть косточку Потому что техасский способ срабатывает не всегда Мы сейчас попробуем еще раз Вдруг получится Так, это вот О, получилось Прямо вот сегодня день мой, видимо Собственно, глакамоле Это такое загадочное блюдо Которое не менее загадочное, чем его основной ингредиент То есть если авокадо, как все знают Или, может быть, кто-то не знает Но достаточно широко известный факт Что это все-таки ягода Но при этом с кулинарной точки зрения Если его рассматривать Это, безусловно, овощ И пока я вот, собственно, измельчаю авокадо Для того, чтобы дальше размять его аккуратненько вилочкой Я могу вам дать кинзу Которую еще называют кориандр Это тоже неотъемлемый ингредиент Я мелко, да? Все мексиканские Ну, как, да, можно мелко Потому что мы потом это будем Класть вот в эти кораблики гунканы Забегая вперед, скажу, что мы сегодня готовим Как я уже говорила, гунканы Гункан в переводе с японского означает По разным версиям То ли просто корабль, то ли военный корабль Они вот такие вот Обернутые брусочки риса Обернутые водорослями нори И внутрь, на вот это пустое место Закладывается начинка Наверное, из всех видов суши Это наиболее такой простой, на мой взгляд, вариант Чтобы приготовить дома самому Потому что для нигири Когда вот колобок риса Сверху полосочка рыбы Нужно очень правильно нарезать рыбу А это достаточно сложно бывает Сделать в домашних условиях Особенно человеку, например Который этим никогда не занимался Там есть секреты нарезки И рыба должна изначально быть очень правильная Все дело в практике Да, ну это точно абсолютно Набить руку Но я не думаю, что кто-то из нас там Каждый день дома сам суши себе готовит Поэтому практика достаточно редкая Тут как с тренировками, наверное Важна интенсивности И при этом еще и такой системный подход Как попали в водное поло? С легкой атлетикой У меня мама Сколько вам лет было? Так, мне было, наверное, лет 9 Я заниматься начала легкой атлетикой Наверное, чуть раньше, 8 Сестра у меня очень плохо бегала в школе И мама нас решила отдать вдвоем Так как сестра старше нужно младше куда-то пристроить Вдвоем бегать Мы стали бегать с ней Она потянула свой бег А у меня стало получаться Длинные дистанции бегать И все как-то пошло-поехало И одновременно у нас в школе пришли На занятия по плаванию Смотреть деток Ну и я пошла А я уже занималась таким легким плаванием Для поддержания правильной останки И меня заметил тренер Предложил мне прийти И потом как-то все закрутилось Завертелось И мой первый тренер Баранова Галина Юрьевна Она меня Хоп И сказала Мы тоже бегаем Тоже прыгаем Скачиваем Давай приходи Я пришла Мне понравилось И все Завертелось Закрутилось А потом когда я увидела Водное поло с трибуны То тут уже Сам собой вопрос Да я теперь Исчезная об водных баталиях Даже очень бы хотела На самом деле Пусти соревнования Мне кажется Это очень интересно И возможно Кстати по телевидению Когда смотришь Этот вид спорта Там операторы Наверняка Снимают какие-то Такие интересные моменты Которые можно вживую Не увидеть Конечно Они все-таки приближают И так что Я думаю Что у меня водное поло В рацион Просмотра Спортивных состязаний Пойдет обязательно Это очень интересно Еще такой вопрос Если режим тренировок Мы примерно поняли Две тренировки Насколько я знаю В водных Это не такой Поскольку Они совмельяются У нас Полчасовая Полчаса до часа У нас лучше В зависимости от нагрузки И где-то Два часа на воде И после Эти тренировки Дорогие зрители Надежда Приехала к нам Из Кириши За что ей Огромное спасибо На самом деле Прям даже Аплодисменты Благодарю Это очень На самом деле Круто Вот она Спортивная подготовка Воля к победе Мне очень понравилось Как вы говорили О своей команде Сейчас у меня Вопрос будет Уже не про Спортивные нагрузки А про режим питания Все мы знаем Что практически Для любого спортсмена Это такой тоже Один из треугольных По мне На каком На голодном ли пайке Вас держат тренера Как питаются Трополисты Тоже макаронами И курицей Как хоккеисты И футболисты Или все-таки Для воды Нужно что-то полегче Нет Вы знаете Мы пытаемся Максимально Свою рацион Сделать Полезным И многообразие Еды Добавляем У каждого Есть свои предпочтения В еде Так как уже Все перешли Черту Возрастную Перешли уже Черту Именно в профессиональной В виде деятельности То есть кто-то играл в сборную У кого-то есть какой-то опыт Все уже знают От чего От каких продуктов Ты чувствуешься лучше Например, перед стартом Что, кстати, перед бассейном Лучше есть Потому что Есть такое мнение Что ничего нельзя Но в голодном Ты тоже не поплаваешь Нет, не пойдешь Потому что у тебя Начнет организм Сам себя перерабатывать Переваривать Желудочек работать У вас ребенок Ходит в бассейн Да? Чем вы кормите? Она плаванием занимается Передает ее тренировкой Передает Ну, я забираю ее в садик И ее там покормили Поэтому Она уже готова К тренировке Но обычно Это какие-то углеводы Это легкое что-то Макароны Может быть Какой-то легкий кусочек Мяса А уже после тренировки Это у нас Гарнир В основном Это салат Либо рис Что-нибудь такое И мясо Или рыба То есть это Чередование идет большое То есть она у меня В этом привыкшая Вот У нас уже практически Последний штрих Остался для нашего Гуакамоли Надежда порезала кинзу И мы вот Вместе с авокадо Разобрались И у нас Лайму Авокадо Очень хорошо Уживается Именно с кинзой И лаймом И кинза с лаймом Дают сразу Такой флер Южноамериканской Такой кухни Отлично Гостеприимный ресторан Евразия нам подготовила Различные начинки У них такие остренькие Гунканы Как спайси суши Можно их еще называть У нас вот здесь есть Тунец Лосось Замечательно Мой любимый Горебешок Мой любимый Креветка Салатная такая маленькая И Маринованные водоросли Чука Но для начала Мы все-таки попробуем Сделать парочку гунканов Сами Вот И вот так Да Делаешь Такую колобашку Из него Колобашка Колобашка Можно так Да На самом деле Я не зря Как бы считала Мне кажется Этот вид Суши Можно еще одну штучку Сделать Будет у нас По две Можем даже Еще больше Нет Давайте по две Два Мои любимые Число Я разогналась А какой у вас Игровой номер Слушайте Это вообще Интересная история Я несколько раз Заканчивала свою Спортивную карьеру Несколько раз Возвращалась Я очень люблю Это делать Могу умею Практикую Камбэки Камбэк и я Это две Совместимые вещи И Один раз Я уходила Когда у меня был Я забеременела Дочкой Декрет Я ушла на три года И Все мне Все мне Говорили Надо возвращаться В общем Я что-то сомневалась Думала Время ушло Что-то не получается А потом Как-то Тумблер Тумблер Мой Переключился Буквально За пару дней И я решила Что надо Это прекрасно Какие продукты У вас всегда Есть в холодильнике Яйца Молоко Сыр Мы очень любим Сыр С дочкой Себе в этом Не отказываем У нас Частенько Очень много Круп Потому что Каждое утро Мы начинаем С каши Я без каши Не могу Овсянка Овсянка Пшенка Перловка И много Других Гречка Каши Гурман Практически Обычно Овсянку Называли Овсянку Наводи Ну я вот Мне очень Я любитель Овсянки Пробовали Не которые В пакетах Продается А мы недавно В одном из наших Выпусков Готовили Крутую льняную Кашу Сами Это Семена Льна Замоченные Они пробиваются Блендером Добавляется Чернослив И банан На самом деле Смотрите Наши предыдущие Выпуски Тоже В принципе Получилось По-моему Очень даже Хорошо Это Кстати На такое Учитывая Что Детокс Как бы Многие Себе устраивают После новогодних Праздников Гунканы С авокадо Это Прям С гликомоли Точнее Это Прямо Отличный Вариант Мы Задаем Вопрос Каждому Гостю Если бы Вы знали Что вам Предстоит Вскоре Оказаться На неопределенное Временно Необитаемом Острове И вам Было бы Разрешено Взять С собой Три Каких-то Любых Продуктов Питания Чтобы Вы взяли Так Авокадо Лично Я всегда Жду На этого Ответа Это Просто Обязательно Бальзам В виде Масла Авокадо На мою Душу Ну Раз я Попаду На остров Кокосы Мне наверное Хотелось бы Чтобы Была В доступе Рыба И Что-то Так как Я не могу Без вкусняшек Поэтому Вкусняшки Обязательно В моем Рационе Должны Какая самая Любая Я люблю Все Я очень Люблю мед И все Что касается Меда То Тогда Можно взять С собой Например Авокадо Мед И С ним Какие Фрукты Конечно Конечно Высушить Пальмы Финиковые И это Тоже Люблю Ну И дальше Пошли Играемся Это Творог Все творожные С утра Это Хочу Поблагодарить Журналиста Александра Ковокина За то Что он Помог нам Подготовить Неск Вопросов Для Надежды У нас Осталось Еще Пара Вопросов Которые Как раз После Этих Наших Продуктов Которые Мы возьмем На необитаемый Остров Будут Такие Очень В тему Опять Такие Если представить Что вы Где-то Отдыхаете Приходилось Ли Например Применять Ваши Профессиональные Навыки На практике Помогать Кого-то Спасти Тонущего Были Такие Случаи Когда-нибудь Нет Слава богу Ну Это Я не говорю Что я не спасу Но Слава богу Что все Прошло Без инцидентов И Такого Не было Обычно Я Притворяюсь На отдыхе Что я Не умею Плавать Я Загораю На лежаке Милана Там где-то Плескается В воде Я делаю Вид Что я Плавать Не умею Но Были Моменты Когда На кубе Отдыхали И Ребята Играли Канадцы С мячиком Вытянутым Футболом Ну Знаете Да Такой Вытянутый Мячик Футбола И они Кидали Друг Другую В общем Мне Прилесел Мячик И они Мне Девушка Не трогайте Не трогайте На английском Объясняют Ну Я не растерялась Бросок Есть В общем Зашвырнула Нос разбила Нет Нос не разбила Но очень точно Прямо в ручку Потом Мячик Наверняка Возвращаясь В карьеру К олимпиаде Вы Какие-то Ограничения Серьезные Себе В питание Ставили Да Переставировками Было ли Желание Отъесться За все Вот эти Лишения Которые Для того Чтобы вернуться Устроили себе Какой-то Такой загул Вкусняшечный Вкусняшечный Загул Да Что там Было С самого Детства Я когда Уезжала На соревнования Меня Мама Всегда Спрашивала Что тебе Приготовить И у нас Такая традиция Некая Сложилась Там Кто-то Любит Голубца Я люблю Ленивые Голубцы И именно Вот Когда мама Готовила И я Приехала В деревню Где Все были Родные Смотрели Сами Олимпийские Игры И меня Ждала Большая Сковородка Только Меня За большой Банкой Сметаны Да Сковородка Сковородка Практически Все Половину Я съела Большую Сковородку Было Очень приятно Что это Есть такой Секрет Маленький На Олимпийских Играх Всегда Есть Макдональдс Это Вообще Безусловно И мы Туда Молочный Коктейль Печеньки Все В общем Все В обиход Шо Вспоминается Один из Героев Такого Сериала 90-х Годов Когда он Ел Мороженое Он говорит Тяжно Диетинг Это Протеин Итак Наше Шо Полезные Идеи Спорте Выходящее Совместо С сайтом Осталось Попробовать Что же Мы сегодня С Надеждой Такой Приготовили Вкусное Но Для начала Я налью Нам Ягодный Чай Для того Чтобы Не было Энергетических Перепадов В течение Дня Не стоит Пить Много Черного И зеленого Чая Стоит Давать Предпочтение Травяным И ягодным Здесь Мы наблюдаем Как раз Такой Вариант Где Очень много Чабрец Мята Апельсин Лимон Клубника Малина Кстати Говоря Если Вот Брать Суши Которые С рыбкой Наверху Нигири То Их Полагается Макать Не рисом Своего Соуса А именно Рыбой Но тут Должны Быть Идеальная Лепка Суши Чтобы Не развалилась С гунканами Такого Правила Нет Потому Что Я С трудом Представляю Как Можно Это Все Макнуть И При Этом Чтобы Оно Еще Не Выборилось И так Наши Военные Корабли Супер На вкус Великолепно На самом деле И мне кажется Что Евразия Могла бы Воспользоваться Случаем Взять Как Идею На вооружение Поставить Такие Гунканы В меню И назвать Гунканы Оли Глакамоли С вами Было Шоу Оли Глакамоли Напоминаю Оно выходит При поддержке Спортивного Портала Спорт День за Днем У нас В гостях Сегодня Была Призер Олимпийских Игр 2016 Года В водном поле Надежда Гнудина Спасибо большое За то Что приехали К нами И я Ведущая Шоу Милана Орехова Я просто так хочу Побыстрее съесть Оставшееся Что Не могу уже нормально Разговаривать Всем побольше Авокадо В рационе И овощей Не забывайте Про овощи Всем Глакамоли Ешьте вкусно И полезно И не забывайте Про спорт Обязательно До свидания Продолжение следует